Планируете оформить ипотеку, но переживаете, что не хватает суммы от льготной программы? Выход есть! В этом видео расскажу вам о том, что такое комбо-ипотека, какие у нее условия и как правильно ее оформить, чтобы не облажаться. Досматривайте видео до конца и узнаете о том, как правильно гостить ипотеку в 2024 году. Поехали! На сегодняшний день государство субсидирует льготные программы и вы можете оформить для себя ипотеку на приобретение готовой недвижимости или, например, на строительство дома от 6% на сегодняшний день начинаются ставки по данным программам. И это, само собой, гораздо ниже, чем ключевая ставка, которая сейчас 18%. Но, к сожалению, бюджет у такой программы строго ограниченный. Для Тюмени и Тюменской области это 6 миллионов, для Московской области 12. И вот если мы сейчас представим, что бюджет на строительство или на покупку недвижимости у нас гораздо выше, то как быть? В таком случае существует комбо-ипотека, которая подразумевает под собой комбинирование двух разных программ, когда, грубо говоря, мы берем максимальный бюджет от льготной программы, допустим, 6 миллионов, и добавляем остальные нехватающие нам средства с помощью программы по ключевой ставке. Давайте разберем на таком примере. Дом стоит 10 миллионов рублей. Мы берем 6 миллионов по семейной ипотеке под 6,6%. И, к примеру, оставшиеся 4 миллиона мы добавляем за счет ипотеки по ключевой ставке под 18%. И у нас получается один платеж по 6,6% на 6 миллионов, второй платеж по второй ставке по ключевой. И у вас просто складываются два платежа в единый, и вы каждый месяц платите, как обычно, ипотеку, но просто с большим бюджетом. На сегодняшний день комбо-ипотеку предоставляет только Росбанк, а раньше бы это был еще дом РФ Банк, но у них был очень высокий процент и достаточно сложные условия оформления. Программа достаточно новая, и не все еще о ней знают, но у нас уже был опыт работы по этой программе, поэтому я обязательно расскажу о нем немножечко позже. И также вы можете приобрести по этой программе не только готовый дом, но и построить дом вместе с приобретением участка в одну программу. Теперь давайте перейдем к условиям. Для того, чтобы вам одобрили ипотеку в Росбанке, у вас должен быть подтвержденный доход. И это не значит, что ваша зарплата должна быть только белой. Бывает такое, что вы официально получаете только какую-то часть, например, оклад, а все остальное вам платят в черную, так называемую. Так вот, этого случая будет достаточно, чтобы хотя бы минимальные 5 рублей отчислений постоянно ваш работодатель проводил в пенсионный фонд. Даже если это будет просто мрот, то этого уже будет достаточно. И это обязательное условие по одобрению в Росбанке. Кстати, в принципе, банк достаточно новый для нас, но вот по прогнозам аналитиков, в 2024 году он займет как минимум уверенное седьмое место в списке банков, хотя и банк коммерческий. В общем-то самое важное, что вы должны понимать, что Росбанк одобряет только тем, у кого подтвержденный доход. Но давайте сразу отметим, кому, к сожалению, не получится одобрить ипотеку в Росбанке, это женщины, которые взяли декретный отпуск, официально нетредоустроены и собственники бизнесов без отчислений в пенсионный фонд. Если вы индивидуальный предприниматель и у вас есть отчисление, то вам можно одобрить ипотеку в Росбанке. Ну и, конечно, важно, чтобы у вас было подтвержденное гражданство, либо хотя бы вид на жительство, ну или в крайнем случае патент. Не гражданам Российской Федерации ипотеку не одобряют. Банк, в принципе, очень лояльный, так как недавно запустил свои ипотеки, он сейчас активно набирает пул клиентов и очень высокий шанс одобрения. По нашему опыту, если клиенту не одобрили с Бери, что, в принципе, сейчас редко бывает, то однозначно одобрят в Росбанке. Но, опять же, обращаем внимание на те условия, которые я озвучил ранее. Давайте теперь расскажу о том, какой у нас был опыт за 2023 год по одобрению таких ипотек. Было два клиента. Первый одобрил 12 миллионов рублей, 6 миллионов по семейной ипотеке и 6 миллионов добрал по ключевой ставке. И мы просто оформили ипотеку на полностью готовый дом под ключ со всеми коммуникациями и ремонтом. Ну, грубо говоря, под тапочки. Второй кейс – это когда клиент выбрал земельный участок, и мы оформили подряд вместе с участком в одну комбо-ипотеку. На обе сделки в банке я приезжал лично, присутствовал там при подписании документов. И весь процесс оформления документов занимает в районе 2-2,5 часов. И пусть вас не пугает 18% по ключевой ставке, вы точно так же можете рассчитать все необходимые условия, включая ежемесячный платеж и так далее, либо с помощью банковского калькулятора, либо обратившись к нам, и у нас есть брокер, вы можете написать нам в телеграм-канал по ссылочке в описании видео, и она вам совсем поможет. И, в принципе, если вы рассматриваете себе построить дом и понимаете, что вы бы хотели и дом, и участок оформить в одну ипотеку, то комбо-ипотека отлично для этого подходит, ведь вы можете на все 6 миллионов, например, которые дает семейная программа, взять и построить дом, и, например, взять сверху 1,5-2 миллиона на приобретение участка. 18% от 2 миллионов – это небольшая сумма. И сейчас мы перейдем к самому интересному, к тому, как правильно гасить ипотеку, и в том числе, как правильно гасить комбо-ипотеку в 2024 году. По условиям этой программы также требуется первоначальный взнос, но если у вас сейчас нет свободных средств на руках для того, чтобы их внести как первоначальный взнос, вы можете также обратиться к нам, и мы расскажем вам о том, как оформить строительную ипотеку без первоначального взноса, даже если вы еще не получили на нее одобрение. Но мы-то с вами понимаем, что в большей части пугает не столько процесс оформления ипотеки, сколько процесс ее погашения. Сейчас я вам расскажу о максимально эффективном способе погашения ипотеки, чтобы это было для вас максимально выгодно. И, конечно же, если мы с вами рассматриваем варианты, как правильно гасить ипотеку, у нас есть, по сути, два пути. Первый – это сокращать ежемесячный платеж. Этот способ больше подходит тем, кто хочет уменьшить кредитную нагрузку на себя, чтобы максимально освободить средства и направить их в какое-то другое русло, ну или, в принципе, чтобы дышалось полегче, если, допустим, вас ипотека жмет. Но если мы с вами уменьшаем ежемесячный платеж, то мы с вами никоим образом не влияем на уменьшение процентов. И мы точно так же будем переплачивать, пусть и да, уже немного меньше, чем переплатили бы, если бы выплачивали всю ипотеку полностью. На сегодняшний день самым выгодным инструментом является второй путь, когда мы с вами гасим ипотеку досрочно и гасим именно на сокращение срока. Ведь вы каждый год выплачиваете 6 или 18% от именно той ипотеки, которая у вас сейчас есть. И так происходит несколько лет. И, допустим, если мы с вами будем сокращать срок кредита, то в таком случае и будем сокращать переплату по процентам, что является самым выгодным решением. Ну а если мы будем с вами говорить о комбо-ипотеке, то в ее случае лучше всего сначала закрывать именно ту часть, которая является по ключевой ставке. То есть под 18% вы сначала уменьшаете именно ее срок кредитования, потом, когда вы полностью ее перекрыли, переходите к вашей льготной ипотеке. Но не во всех случаях имеет смысл досрочно гасить ипотеку по льготной ставке. Здесь все стоит рассматривать индивидуально. И просто для сравнения, ипотека по семейной программе под 6,6% это почти в два раза ниже, чем официальный уровень инфляции в нашей стране. Так что задумайтесь. Также есть небольшая рекомендация, брать ипотеку на максимально длительный срок, так как у вас будет меньше ежемесячный платеж, а кушать вкусно хочется, в отпуск летать хочется, покупать себе подарки на Новый год как минимум тоже хочется. Здесь просто, если у вас появляются лишние средства, вы само собой вкладываете в ипотеку для того, чтобы уменьшить срок кредитования и в дальнейшем меньше переплатить банку. Что я имею в виду под лишним? Это если вы, допустим, получили 13-ю зарплату, вернули себе налог с покупки недвижимости или, например, вернули проценты по ипотеке, уплаченные банку. Такое тоже, кстати, бывает. Если интересно о том, как это правильно сделать, пишите в комментариях, обязательно разберем в следующих видео. И эти лишние средства вы понемногу вкладываете в ипотеку, даже если, к примеру, представим, что там взяли те самые 8 миллионов, которые я приводил для примера в комбо-ипотеку, и у вас, допустим, ежемесячный платеж получился в 80 тысяч рублей, вы в таком случае просто платите банку не минимальные, ежемесячные 80, а, допустим, платите 90, то есть всего лишь на 10 тысяч меньше, но таким способом вы уменьшаете вашу ипотеку как минимум на 6 лет. Прекрасно. И на 6 лет меньше переплатите процентов банку. Можете, если интересно, посчитать, сколько будет переплата банку за 6 лет под нужную вам ставку. Ну, если интересно, чтобы просто задуматься на том, насколько это может быть выгодно. При подписании кредитного договора в банке также рекомендую уточнить о том, как именно можно вносить досрочные маленькие платежи. То есть не полное досрочное погашение, а какой-то минимальный платеж. Просто в некоторых банках достаточно в приложении нажать кнопку для того, чтобы внести сумму для минимального досрочного погашения, а в некоторых банках нужно внести на следующий день после того, как вы вносили ежемесячный платеж. И еще в некоторых отдельных случаях вам нужно прямо написать заявление для того, чтобы внести минимальную сумму на досрочное погашение. В общем, уточняйте это индивидуально. И также уточните у специалиста при подписании кредитного договора, не будет ли такой ситуации, что когда вы решили досрочно погасить какую-то часть ипотеки, вы внесли сумму и засчитается ли она в ежемесячный платеж, или вам спишут эту сумму, а на следующий день вам надо будет вносить еще ежемесячный платеж. Ну, чтобы это, в общем, все было заранее спланировано, и вы не попали в просаг. В принципе, если мы говорим, опять же, о Росбанке, у них все это очень удобно, вы можете по СБП, по системе быстрых платежей, все, наверное, об этом знают, переводить с любого банка, с карты любого банка на ваш кредитный счет в Росбанке. Вам не обязательно для этого выпускать отдельную карту Росбанка, и у них есть досрочное погашение без написания всяких заявлений. Вы просто закидываете сумму немного больше, в общем, сколько вам нужно. А как вы считаете, друзья, выгодна ли комбо-ипотека, и, в принципе, имеет ли место быть такой кредитный продукт? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях, будет интересно ознакомиться. И обязательно поставьте этому видео лайк, подпишитесь на наш канал, и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих видео. Всем удачи в оформлении ипотеки на недвижимость вашей мечты, и хорошего дня. Пока-пока!